Всем доброго дня! Сегодня я, Вячеслав Марару, продолжу озвучивать мою очередную книгу «Общение с Ангелом-Хранителем». Это третья часть из этой серии, которую я написал в 2015 году, но пока еще не опубликовал. Я надеюсь, что услышанное вами сегодня сможет хоть как-то изменить вашу жизнь к лучшему. Ну а вы, вполне вероятно, задумаетесь над ценностью жизни и начнете осознанно ценить каждый прожитый вами день. Глава 2. Потребность в переменах Ваш современный мир, мир людей, уже давно нуждается в переменах из-за неудовлетворенности тем, что каждый человек ежедневно видит вокруг себя. Многие люди в разных странах ждут того самого момента, чтобы свершилось некое новое по своей сути преображение Земли. И оно обязательно придет в виде определенного откровения каждому, кто так страстно желает его получить. Запомните, придет то время, когда каждый современный человек, вне зависимости от страны проживания и вероисповедания на неком новом сознательном уровне, захочет знать перспективу развития всей человеческой цивилизации и тот образ жизни, которому люди смогут прийти в будущем. Численность населения Земли огромна и рождаемость с каждым Новым годом будет стремительно расти. Многие люди, наделенные властью, захотят уменьшить численность людей, дабы хоть как-то сохранить Землю от дальнейшего истощения. Плохо то, что эти люди, наделенные властью, понятия не имеют о планах Вселенной и самого Бога на этот счет. Им никто не дал право вершить судьбу миллионов. Но именно они, эти дельцы и магнаты, захотят втянуть все человечество в братоубийственную войну, чтобы на фоне людских страданий и смертей в очередной раз подняться, то есть заработать как можно больше денег. Втягивая весь мир в эпоху развитого потребления, человечество уже начало деградировать. Слепая страсть к обладанию благами и вещами уже стала затмевать разум миллионов и миллионов людей. Знайте, современная спешка к вершинам жизненных благ есть не что иное, как бег на месте, где духовность каждого человека улетучивается или заменяется вседозволенностью, которая во многих странах уже подкреплена на законодательном уровне. Все больше и больше людей не особо хотят искать истину, так как считают ее не столь важной, как и саму мораль. Им вполне хватает мнения со стороны тех, кто отвечает за информационное поле. Именно поэтому во многих странах ложь давно возведена в правду, ну а правда опущена до уровня самой гнусной лыжи. Сокрытие многих тайн человечества, определенной кастой людей, неизбежно закончится и духовность в 21 веке обязательно вернется к людям. Все человечество должно понять следующее. Без сохранения природы и всех ее энергетических святынь вы будете обречены на полное истребление себя как вида. Знаете, великие перемены впереди. Одно плохо, не все люди хотят видеть их так, как было бы уместно, чтобы они происходили во благо всего мира. На сегодняшний день многие люди заняты тем, что противоречит их внутреннему состоянию и призванию. Именно поэтому свободного времени у них просто не остается, что и приводит к кризису сознания, стрессам и болезням. Запомните, современная рутинная работа убивает в каждом из вас вашу духовную основу и лишает вас всякого желания искать истину о жизни. Таким образом, человек все больше и больше отдаляется от принципа взаимопомощи и живет в угоду только своих потребностей, то есть самого себя, без какого-либо энергетического обмена с другими людьми. Вот и выходит, что большая часть вас есть своеобразная пустышка, в которой можно поместить все, что угодно, кроме истинной веры, которую всячески и настойчиво пытаются уничтожить, те самые, кто то и делают, что зарабатывают на несчастьях этого суетливого мира. Знаете, истребляя истину о жизни, нашлись и те, кто искусно подменили веру всевозможными ложными учениями и на этом умудряются наживаться, а люди искренне верят, что таким образом служат Богу. Эти псевдоучителя, или проще сказать, сектанты, ничего общего не имеют с духовностью. Уча людей любви, они всячески требуют определенных даров от своих адептов. Именно поэтому человек, который находится под неким духовным программируемым воздействием, чаще всего обязан платить за то, что он уже де-факто является частью тех просветленных, которым уготовлена определенная роль в устройстве будущего мира. Большая часть современных учений о новой концепции мира порядка будущего твердят одно и то же. Как пример, вы, люди, не должны жить для того, чтобы копить богатство и властвовать. Научитесь жить ради эволюции и саморазвития. Одно только непонятно. Те, кто этому вас учит, явно накапливают и обогащаются, как и стремятся хоть как-то влезть во власть, дабы еще больше обогатиться за счет обнищания вас и других людей. Вы, люди, подошли к тому порогу, когда созданный вами современный мир реально живет в состоянии ожидания конца света и в некой для себя осознанной форме готов к любым переменам, хотя какими они будут, большая часть из вас даже не ведает. Некоторые развитые страны уже давно сами решили, что способны полностью порабощать все то, что так привлекает их внимание. Этим странам, которыми управляют финансовые дельцы, абсолютно наплевать на народ другой страны и их традиции, веру и их сформировавшиеся устои. Именно поэтому они всячески будут стараться в 21 веке, в моменты завоевания других стран, полностью менять привычный образ жизни людей, который для них самих имеет самое огромное значение. Пытаясь навязать свою волю другим странам, любой из тех, кто будет претендовать на роль Бога, сам лишит себя энергии Вселенной, а его народ надолго будет сожалеть о войне, которая уничтожит миллионы тех, кто так хотел этой самой войны. В этом новом 21 веке вы, люди, должны быть готовы к тому, что ваш мир будет крайне нестабилен, и этот факт уже сейчас вам надо уметь признавать. Экономика многих ведущих стран в ближайшие годы может полностью выйти из-под контроля, и тогда все, что еще недавно так успешно функционировало, в один момент рухнет. Именно поэтому год за годом все стремительно ухудшается, и это уже явно нужно замечать. Проблема существующей нестабильности в полной мере образовалась из-за мировоззрения людей, особенно западного образа мышления, которые возвели в некий культ весь смысл своей жизни. Именно они уверовали в тот самый пресловутый сильный порядок своей экономической системы, как в некий рецепт для самых отсталых и менее развитых стран. Знаете, все то, что будет происходить в вашем мире, следующие 20 лет будет похоже на полное разрушение старой системы, с ее правилами жизни в рамках определенной морали. Это, несомненно, приведет к стремительному сокращению среднего класса и полной утрате доверия в области власти, которая, в свою очередь, живет и играет по своим личным правилам, не замечая нужд людей. Именно стремительное расслояние всего общества обесценит труд многих людей и приведет весь мир к силе тех, кто имеет богатство и власть. Участь стремительно пополняющих ряды бедных и бесправных людей будет весьма трагичной и обесценится так же стремительно, как и финансовые ресурсы в некоторых странах. Деградация образования сделает из многих людей тех, кто ни в чем не способен принципиально разобраться, то есть иметь свое четкое мнение с учетом настоящих исторических знаний, а не существующей подменной истории, которая стремительно будет процветать. Усилия многих людей по обеспечению себя всем необходимым будет тесно связана с элементарным желанием просто выжить. Весь мировой технический прогресс непременно приведет к демографическому упадку и росту численности людей, кто по возрасту старше 70 лет. Рост преступности среди людей 21 века станет необратимым процессом, как и стремительный рост пьющих и наркозависимых людей. Многие малоразвитые страны поработит та вымышленная религия, которая будет способна уничтожить всю прежнюю систему ценностей данных стран во имя некой извращенной формы теократии и власти. Основная бойня человечества 21 века во многом будет той самой войной, которая будет провозглашена во имя духовности и основных истин, приобретенных человечеством в течение прошлых двух тысяч лет. Человеческая жизнь станет товаром, при том, что стоить она почти ничего и не будет. Люди превратятся в дикую жаждущую крови толпу и захотят мстить всем, кого подстрекатели этого безумия назначат на роль главного врага. Западные политики всех мастей будут изображать свою значимость, хотя на самом деле им будет на все наплевать, кроме одного – их сильного желания удержать власть в своих руках. Жизнь превратится в одну сплошную погоню за сенсацией, где роль правды не столь нужна будет обществу, так как само это мнение общества будет навязываться властью и представителями транснациональных корпораций. Мир погрузится в бездну без доказательных обвинений в адрес всех неугодных, чтобы за счет сенсации получать должную прибыль. Большая часть журналистов продадут свою совесть, как некий товар, создавая те новости, которые будут нужны только правящему классу. Закон презумпции невиновности перестанет существовать, и многие адвокаты умело будут обходить правосудие, получая за это огромные гонорары от преступников всех мастей. Суть вашего времени в 21 веке – это искажение правды, без каких-либо признаков ответственности за свои действия. Люди все чаще начнут подводить других людей, как и попирать их интересы, дабы хоть как-то увеличить свою прибыль, понимая, что завтра все может кардинально поменяться. Именно поэтому с годами могут исчезнуть все условности, и тогда вами созданная цивилизация людей просто рухнет. Рост безработицы обязательно приведет к росту преступности среди людей не старше 35 лет. Полиция больше не захочет рисковать, а посему начнет сама истреблять людей, или же будет на многие вещи смотреть сквозь пальцы, не гнушаясь получать взятки от тех, кто слаб и не имеет защиты. У многих людей сложится мнение, что Бог слишком жесток, раздопускает смерть детей и стариков, разные землетрясения, те самые локальные войны, преступления и голод на территории многих отстающих в своем развитии стран. Жадность людская станет для многих нормой, ну а коррупция во многих странах станет основной темой всего правящего класса, закрепленной разными нормативными актами и законами. Выгода многих государств будет в полной мере зависеть от хаоса в других странах. Продолжение следует.